А я натурально приветствую вас, с вами Мунзерт и мы продолжаем проходить игру Корсары, город потерянных кораблей. Итак, в прошлой серии мы заполучили мушкет двуствольный и нам нужно отвезти его в Корт оф Спейн в Корт оф Спейн, чтобы нанять Сэмфри Дуглас Дальше вам покажу, расскажу поход Кроме того, мы будем сдавать квест на Мартинике Кондотье В прошлых сериях мы ликвидировали крысу Да, что я сделал за кадром Закончили мы в Гаване Сейчас мы на Тартуге Между Тартугой и Гаваной Мне попался вот такой вот довольно Неплохой фрегат Из 4900 У него Корпус 4340 Но у него 32 фунта вооружения Неплохая Маневренность И скорость Скорость почти 16 Я считаю, что именно Фрегаты Это такой Идеальный Вариант Ну и если мы Рассматриваем Игру Корсары Богоспотелевых Корабли Это идеальный вариант Сочетания Огненной мощи И маневренности Потому что 32 калибр Может превзойти только 42 калибр Я Оставил на На стоянке В порту Сан-Хуана Стрела Соответственно И пеназ Аделаида Я их Чисто себе Забрал в коллекцию И Аделаиду Буду использовать Как некий Склад Хотя у нас Появится возможность Арендовать Склад По финалу Квеста Кондакьер Так Почему я это В Сан-Хуане Сделал Потому что Сан-Хуан Невозможно Захватить Сан-Хуан Квестовый город Именно В этом городе Мы Уходим Квест Прекрасная Изабелла Так Ну думаю Что Настало время Отправиться На Мартинику Хотя Продать Черное Дерево Мы можем Продать Черное Дерево Так Черное Дерево Дерево Сан-Хуан Сан-Хуан Дерево Сан-Хуан Дерево Сан-Хуан Дерево Подстроим Портранс Пастер Отлично вот такой вот красавец корабль вот такой вот галеон тяжелый галеон да галеон я слегка улучшал нужно выбрать нацию которую мы будем терроризировать терроризировать налетами так хотя хотя можно было и починиться стоять что вы здесь дела как у нас скрытность прокачана на 100 проходите проходите не мешайте шанс быть обнаруженными может быть только при при штрафах когда у нас в личных умениях будут штраф штрафные значения то есть там из-за плохого здоровья либо из-за того что мы будем управлять высоким классом но мы можем первым классом управлять у нас навигация уже сотка мы приведем наш корабль в порядок капитан так внешний вид парусов изменить материал парусов хлопок верь принимает любые заказы капитан ремонтируем корабль отлично я также линейный корабль вот захватывал я его продал фрегат вот такой вот более худший вариант на мой взгляд потому что потому что у него маневренность чуть похуже и скорость хуже незначительно но хуже так ну что ж на гваделупу а потом на маркинку вот это вот очень плохо как это в нас потому что неужели нам бой предстоит я не хочу связываться в бой и думаю что мы будем хотя тартугу можно и попытаться захватить раз уж так сложились стоят и и и в в в в в Левый борт готов к залпу. Левый борт готов к залпу. Левый борт готов к залпу. Так, вот так вот. Тартуга сама оказалась нас с миром выпустить. Ну что, потом будем. Хотя форт Тартуги самый малочисленный по пускам. Правый борт готов, писал. Левый борт готов, писал. Правый борт готов, писал. Вот форт Тартуга разрушен. Правый борт готов к залпу. Форт Тартуга разрушен. Ну не знаю, пробовать ли нам поменять корабли или пересесть. Я думаю, что стоит в любом случае стоит сохраниться. Тартуга. Три семерки мы будем за сохранение. Зарядить канипель и есть, капитан. Собрать карты. Шп Правый борт готов к залпу. Скорее, такие вот стартамки. Шп Кошки к борту. Он должен сдаться Просто сдаться без боя Потому что Перевес по команде Очень велик Очень велик Я совсем не планировал Сейчас это делать Но тем не менее Обстоятельства Сложились вот так Берем его пленником Мы можем переместить команду У нас неплохие Довольно такие Шансы Я считаю что Реально Захватить и разграбить город Видите из Двадцати восьми пушек Нам нужно было Разрушить только десять Даже мой фрегат Не успели Не успели Потопить То есть мне Да Вот Зачем нужен запас Пушек На корабле Потому что видите нам выбили Из сорока пушек Восемь пушек нам Выбили Восемь пушек Нам выбили И мы Что мы сделаем Мы перегрузим Пушки с союзного корабля Установим Пушки И можно Еще раз сохраниться Почему стоит сохраняться Потому что Игра вылетает Каждый Ну может вылететь В любой момент Так Мы видим Что Репутация Наша На колониях Франции Понизилась Нация У нас Пират Интересно У нас получится Сменить Флаг Или нет Не будем Этого Делать Нам нужно Подплыть Все-таки Обратно Поближе К порту Чтобы Высадить Десант Как видите Мы подплыли Поближе Нам Эта Аукция Стала Доступа Мне бы не хотелось Потерять Своего абордажника Николя Ремолье Я сниму Его с должности Ремолье Наверное Пленника Кого еще Можно Боцман Боцман У нас Боцман Боцман Хорош Медлер И Лояльность У него Высокая К нам Бордажник Абордажник Негодяй Компаньон Может быть Мы Возьмем В команду Себе Вот этого Рауля Пленного Да Попробуем Попробуем Хотите Меня убить Убивайте Отчего Не послужить Ну вот И он Поступил К нам На должность Рауль Какие у него Есть Корабельные Способности Отлично То есть Он может быть На замену Боцмана Может быть Так А есть ли Высадка Десанта Союзных Кораблей Да Есть У кого Есть Этот Перк Высадка Десанта Так Ну Я считаю Что Можно Взять Сесила Сесила Взять Взять Сесила А вместо Сесила Значит Значит Нашего Поднимаем Марак Место Вместо Сесила Нашим Так, хорошая лояльность, вот этого вот Рауля, бывшего пленника, так, и, вот, 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 вот Что там у Сесила? Лучше всего прокачано, у Сесила прокачано 68, тяжелое оружие, это замечательно, что тяжелого, можно Сесил, Сесил возьми, наверное Транбон, возьми, из тяжелого, рейтерский чекан Лечебное зелье у тебя есть, возьми бутылку вина Хотя у него есть клинок получше, чем чекан У него с торта Отлично Так, жоке март 23 и 23 Запас пуль Достаточно высок Я думаю, что Так, пассажиры, какую должность Можно назначить Временно назначим ремолье Так, ну и Сохраняемся Видите как, я планировал ехать на Гваделупу, но Точнее не ехать, а держать курс Но серия затянулась Так Серия затянулась Сколько у нас Отлично Ну что ж, будем пробовать Будем пробовать Да 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 Тебе Дружию Выпишись Нашли Наши абордажники Будет больно Мухи Плюс мы Сами попали Вокруг Нет Приспитесь Отлично Ты не любому Знай наши Учи Дай Давай С Suit да 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 давай давай я разрублю тебя на мелкие кусочки как себе Будет больно! Спасибо за предупреждение. Так, продолжаем наш марафонский забег. Да, дело, конечно, не из легких. Время убивать. Так, нашли труд, чтобы нажать один, спрятать оружие. Таким образом. Быстро, быстро, быстро. Давай, сразись со мной. Так, устанавливаем. Так, устанавливаем. Так, устанавливаем. Перебиваем. Ну все, один. Мне кажется, что он не один. Ага. То есть, пушкетер какой-то. Остался. Какой-то очень конкретный. Вот такой вот. Вот. То есть, нам нужно зачистить. Мушкетеров желательно никаться и восполнять здоровье. Вот. Запасы пороха и пуль. Зачищаем мушкетеров. Бардажников у нас нет. Эй, стой на месте. Им не нужен для ровного счета. Угу. Судочки. Вот так вот. Он стоит на позиции. Мы можем даже, если вот у вас вы сомневаетесь, да. Что вы сможете победить его. Ждете заряда. Эээ. Отскакиваете назад. Быстро стреляете. Чтобы у него было меньше шансов. Ай, только надо целиться. Но я его буду вот таким вот ударом зачищать. Вот. Доступен переход в следующую локацию. Теперь мы зачистили всех. Ага. Наши абордажники. Берем лечилки. Лечилки своих трупов. Ну я думаю, что эти клинки можно оставить у нас их в принципе. Главное двуствольный мушкет. Не потерять. Предметы на трупе. Пороха маловато. Пороха. Можно было бы взять. Тромбонов. Тромбонов. Тромбонов у нас. Хватает. Чё ж ты не пил лечилки. Скажи мне пожалуйста. То есть я тебя балбеса. Снабдил лечилками. А ты их не употребил. Ну чё ж. Я считаю, что о таких абордажниках сожалеть не стоит. Они, они себя не оправдали. В принципе. Противоядие. Так. Предметы героя. Вот кракемарт. Это, думаю, нужно забрать. Кракемарт забрать. Остальное. Ну и лечилочки. Микстуру взять. И все. В принципе. В принципе. Можно посмотреть, чего интересного по сундукам. Иногда вот тут попадаются золотые слитки. А. Ну можно вот повыкладывать эти подзорные трубы. И взять лечилки. У этого. Тоже взять лечилки. У этого. Тоже взять лечилки. И теперь мы в городе. Новый уровень. Нам осталось в городе. Тоже взять лечилки. Выстрелы. Знай нафиг. Знай нафиг. Знай нафиг. Или ты на хабрosseе. Или я забиваю. ДcoatENTE. Нам удалось взять Тортугу, в городе мы практически без потери наших могли это сделать. Собираем рубинчики с трупов Вот у нас чего лечилась, не лечилочка, а как раз мы можем чуть-чуть выгрузить противоядие и лечилки выгрузить. А вот шамшир, клинок такой близне-восточный Забрать вот все мы. Ком забиты И Можно Можно сохраниться И идти к губернатору Корабли наши У нас еще и люди остались Да, конечно нас Нас потрепали Именно в форте Именно тут Я назову Тортуга 3 семерки Сохранение Так как Нам удалось Взять Тортугу Тортуга один из Легких О, видите он даже Не сидит, а Соизволил Встать Чем обязан вашему вниманию? На этот раз Ваша взяла Но знайте, что Скоро прибудет наша эскадра И от вас Мокрого места не останется Эскадра? Хм Заплати мне И мы покинем этот город Ваша репутация в колониях Франции Понизилась до нейтральная Мне больше ничего не остается Как согласиться на ваши условия Забирайте свои кровавые деньги И немедленно покиньте воду нашей колонии Позвольте откладиться И нам доступен Доступен Соответственно Интерфейс Через который мы Можем осуществить Грабеж Товаров Доступных В колонии Ну Берем Самое ценное То есть Вот Золото Серебро Золото Угу Серебро Золото 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 Рыбов возьмем, серебра возьмем и возьмем, наверное, красного дерева. Что еще можем взять? Можем взять шелк. Можем взять вот что дороже, шелк или красное дерево. Если мы сейчас выйдем из меню, у нас второго шанса зайти уже не будет. Можем явно оставить пороха 4000, выгрузить даже пороха. Пороха можно выгрузить побольше. Все, нам тут воевать уже не с кем. Мы выгрузим бомбы. Зачем так много мы? Выгрузим 3000 бомб. Вот оружие возьмем. Так, оружие возьмем. И мы освободили место под более дорогой товар. Так. 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 Тоже самое проделаем и здесь. Тоже самое проделываем и здесь. Я думаю, что... Вот так вот. И можно загрузиться деревом. Добавлено 190 000 золотых. То есть я скалькулирую всю вот эту вот выгоду грабежа. Ну... Чем обязан вашему вниманию? Угу. Что вам от меня еще нужно? Смотрю, все ли я забрал. То есть вот, мы не можем еще раз с ним поговорить, чтобы он нам позволил перераспределить ресурсы на кораблях и в городе, в городской казне. У нас будет единожды. Доступна нам такая возможность. Да, по финалу. По финалу. Здесь мы сейчас выйдем из комнаты. Он исчезнет в другую локацию. Зайдем. Все, он исчез. Музыка стала спокойной. И мы видим, что у нас репутация на колониях Франции. Так... 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 опять мы зарядить картечью есть что он не возьмет нас мы видим четко зарядить коней регат потому что на каком-нибудь линейном корабле мы бы его так лихо не убегнали ага, я с ним попавшал левый борт готов к залпу правый борт готов к залпу левый борт готов к залпу левый борт готов к залпу zob у и у нас левый борт готов к залпу левой борт готов к залпу левой борт готов к залпу Ага, он выбрал тактику убегать, ну хорошо, теперь мы можем сменить флаг Так, по пути нам придется, заряжаем карпечью По идее после захвата города, насколько я помню, все корабли должны отремонтироваться Так Вот он, наш приятель Я думаю, что нам стоит его наказать за сопротивление Вот если бы он не сопротивлялся, я бы его отпустил А так он сопротивлялся, убегал Нужно Поравняться Поднять пиратский флаг И взять на абордаж Дать залп карпечью И взять на абордаж Одежда нам не нужна Оружие Так, снимаем его с должности Берем пленником Сажаем в трюм как рабов Топим судно Все, судно потоплено Выходим на голобалочку Можем голландский флаг Поднять Как видите, ремелье остался жив Нам доступны личные способности Я возьму профессионального фехтовальщика Смотрим цены В журнале Опускаемся вниз Золото, серебро Бастерт Цена продажи Цена покупки Так, 460 За единицу товара Порто Принц 616 Золото Смотрим Пушки не восстановились Но уже не белый флаг А флаг Франции Как мы можем видеть Пробуем Причалить Стоять! Что вы здесь делаете? И мы видим, что Город Собственно говоря Как обычно Кипит в городе жизнь Сейчас мы посмотрим Сколько нам дадут Порто Принце За золото 616 Ну что у вас ко мне, капитан? Мало 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 307 Сколько в Порто Принце? Ну вы поняли, что я делаю Более выгодную Порто Принце 194 То есть серебро Оно в принципе Синим и отмечено Можем продать его здесь Как и красное дерево Красное дерево И шелк Шелк Так, шелк То есть мы Их ограбили Теперь им же и продаем Криво Компион Две Криво Чудное дерево еще. Так. Золото. Так, 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 так. Недоступна нам эта опция. Ну что ж, порта принес. Только заскочим не в таверну. Да, капитан. Так, честный капитан, то есть лояльность к нам будет падать, так как у нас репутация. Такая честь видеть вас в моем заведении. Сколько доступна для найма. Так. 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 Кстати. У нас же. В принципе мы можем и порта принц это сделать. Так. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...